ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая здесь терраса. И вам шезлонги, какие хочешь. И столик со стульями. И мангал вот такой вот, где можно делать барбекю, шашлыки. Сразу здесь можно и смыть всё. А вот это целая отдельная кладовка. И в ней лежат разные матрасы. Вот такая зона отдыха. И здесь перед вами вот такой вот открывается ландшафт. Утром здесь поют птицы. Очень приятно находиться. А вот здесь перед вами это дом престарелых. Сюда приезжают по выходным родственники, большими семьями, с детьми маленькими, всей как бы компанией. И своего человека, который здесь находится, возят его на каталке, развлекаются, веселятся. В общем, очень шумно. По-испански. Мне нравятся тут пальмы. Я не знаю, сколько лет этому санаторию, профилакторию для престарелых, но пальмы здесь видно, что посажены вот прямо по периметру. То есть они выросли. Наверное, это давнее место какое-то. Вот так здесь спокойно, тишина. Красота, короче, здесь. Друзья, я очень села почитать ваши комментарии. Просто не могу удержаться, чтобы не сказать о том, о чем я думаю. Буквально под каждым видео вы оставляете мне комментарии, в которых вы жалуетесь на врачей. Я понимаю, что меня смотрит в основном аудитория такая 50+. И когда у людей уже начинаются болезни, значит, во-первых, первое, что я хочу сказать. Болезни даются человеку для того, чтобы он остановился и задумался, что он делает не так. А мы не хотим об этом задумываться, что мы делаем не так, кого мы оскорбили, кого мы обидели, где мы что-то сделали плохое. Мы не хотим анализировать свои поступки, не хотим делать выводы и не хотим что-то менять в своей жизни. Пока мы сами не изменимся, не изменится наше отношение к миру, к людям, к самим себе, то мы будем болеть. Вот почему у человека болен позвоночник? Потому что он несет на себя очень большую нагрузку. Когда любой из органов болит у человека, значит, это говорит о том, что человек не отрабатывает свою карму в каком-то жизненном аспекте. В интернете есть эта информация, я не хочу на этом останавливаться. В комментариях вы мне все время пишите. Вот врачи, они хапоги, они хотят денег все время. Значит, да, они некоторые мало зарабатывают, но мы ведь тоже работаем на работах, на которых мы мало зарабатываем денег. Но мы же из-за этого не выполняем свои обязанности хуже, чем могли бы. Значит, я скажу вам о себе. Вы часто смотрите мои видео, и у вас, наверное, создается впечатление, что я тоже недовольна врачами. Значит, я скажу вам другое. Я безмерно благодарна врачам, которые встречались в моей жизни. Большинство врачей – это были очень хорошие врачи. Понимаете, очень хорошие врачи. Много раз они спасали жизнь мне и моим детям. И если когда-то где-то мне попадался врач недобросовестный или некомпетентный, то я отношусь к этому с пониманием. Ведь нельзя всех людей грести под одну гребенку. В любой профессии есть люди, которые настроены на помощь. Рассчитывают на то, что все люди, которые должны нас лечить, кормить, убирать за нами и так далее, они будут выполнять свои обязанности качественно. Нет. Но каждый из нас должен заслужить хорошего врача. Заслужить своими хорошими делами, хорошими мыслями прежде всего и хорошими поступками. Как бы банально это ни звучало. Если же мы хотим вылечиться, то первое, с чего надо начинать, это надо начинать с себя. Подумать, что я делаю не так и измениться. Это самое сложное. И второе, нужно искать своего врача. Значит, если мы сидим сложа руки, сидим дома, вот как некоторые мне пишут, я сижу дома, я никуда не хожу, три года у меня болит колено, но я ничего не делаю. Пропишите мне, Наташа, расскажите, какими лекарствами вы лечили свои колени, значит, напишите мне список своих лекарств, и я буду этим лечиться. Но это вообще немыслимо. Вы ничего не хотите сделать? Хотите, чтобы вас вылечила Наташа? Нет. Лечение приходит оттуда. Для того, чтобы оно пришло, надо, во-первых, задуматься о себе, во-вторых, поднять задницу от стула и искать врача, который бы вам помог. Для этого нужно обращаться к врачам. Первое, куда мы обращаемся, это к своему семейному врачу. Вы записываетесь на прием, приходите к врачу, хороший он, плохой этот врач. Пусть вас это не волнует. Найдется хороший врач, если вы захотите его искать. Так вот, семейный врач вам дает первое назначение. Если вы видите сразу, что эти назначения некомпетентны, они вас не устроят, значит, вы просите направление к специалисту. Например, спину лечит невропатолог или лечит травматолог-ортопед. В зависимости от того, что у вас там. Для того, чтобы лечиться, надо сначала сдать анализы. Прежде чем идти к любому врачу, нужно сдать анализы. Анализы назначает врач. Вот из этих анализов будет видно, что именно вам лечить. И тогда вы идете к узкому специалисту с направлением, с анализами уже. Или наоборот, вы идете к узкому специалисту, он вам назначает анализы, вы их проходите. Вот вы уже на втором этапе. Первый – это семейный врач. Второй этап – это врач-узский специалист. И вот, например, вы сделали анализы, получили назначение, вы полечились, но не получается. Вы чувствуете, не тот врач, не то вам назначает, не помогает вам его лечение. Вы идете к своему семейному врачу и просите направление на консультацию в какой-то центр. Вот, например, я живу в большом городе в Киеве, в мегаполисе. У нас очень много всяких консультативных центров. Где-то лечит диабет, где-то лечит невропатолог. Это специальные центры, в которых сосредоточены специалисты узкого профиля. И вот вы идете туда, и вот со своими анализами, с тем, что вам назначал уже узкий специалист в вашей поликлинике, вы идете на консультацию. В свое время я ходила на консультацию в Октябрьскую больницу. И вы знаете, я была уже в таком отчаянии. Я пять лет сидела на преднизолоне. Врач, которая меня лечила, умерла. Мне некому было обратиться. И я взяла направление в Октябрьскую больницу. Сейчас она называется Александровская, по-моему. Вернулось ее прежнее название. Так вот, я поехала в эту больницу к узкому специалисту. И она не просто помогла мне. Она вытащила меня, можно сказать, с того света. Она очень не хотела меня лечить. Я зашла к ней. Я была уже последней посетительницей. Был час дня. Она мне говорила, я хочу выпить кофе, я голодная. Я уже устала. Врач, который меня направил, она не сделала выписку, как это положено делать, когда ты идешь в консультативный центр. А у меня просто было в папке куча анализов. Она глянула на эту папку и сказала мне, вы что, хотите, чтобы я сейчас вот такая вот голодная, уставшая, вот эту папку разгребала? Я на вашего врача жалобу напишу, почему она мне, почему она не сделала мне лист, в котором я все увижу. Но я села над ней, взмолилась, попросила ее, и она все-таки помогла мне. Она сняла меня с преднизолона. Можете себе представить, что это такое? Представьте, что такое преднизолон. Преднизолон – это лекарство, которое является лошадью. Человек садится на эту лошадь, и она его несет. Но когда лошадь упала, человек умирает, потому что преднизолон разрушает все жизненно важные органы. Чем дольше вы его пьете, тем ближе ваш конец. И эта женщина сняла меня с преднизолона. Она сделала мне назначение, и она подтвердила мои догадки по поводу моего диагноза. И я стала лечиться, слезла с преднизолона благодаря ей, так что она меня, можно сказать, не можно сказать, она меня просто спасла. Поэтому, если вы хотите сидеть дома и жаловаться, и ждать назначений от блогеров, или сами придумывать себе лекарство, услышала хорошее лекарство аркоксия, ой, давайте я буду его пить. Услышали, значит, надо пить его бензин. Да, давайте. Услышала, где-то мне пишут, я делала инъекции в колене. Инъекции в колене называются блокадой. Любая блокада, которая вам делается, она может делаться только в одном случае, когда человеку нужна чрезвычайная, экстренная помощь. К примеру, у него защемление седалищного нерва, боль невыносимая. Да, тогда надо пойти сделать блокаду, сделать укол позвоночек. Но если вы делаете так, как делает, например, моя мама, значит, она так заболела, у нее спина, она поехала на блокаду. Сделали укол позвоночек, она бежит, делает все, носит ведра с водой, значит, носит тяжелые какие-то вещи, проходит месяц или два, и все, опять у нее болит позвоночек невыносимый, она опять едет на блокаду. И вот в один прекрасный день, когда она приехала на очередную блокаду, блокада ей не помогла. Она поехала опять к врачу через две недели, говорит, не помогла мне блокада. А врач ей говорит, вам уже блокады не помогут. Вот живите так, как вы жили вот с этой вот ужасной болью. Потому что любая блокада, она разрушает организм. Любые уколы, блокады в колене, позвоночек, они разрушают органы. Поэтому можно использовать блокады как экстренной помощи, но они не лечат ничего, не лечат. Да, бывают такие случаи, когда человек сделал блокаду и забыл о проблеме просто на многие годы. В основном это бывает в молодости, когда человек молод, когда у него организм, который имеет способность самовосстанавливаться, просто априори от природы, данной Богом, то блокада помогает человеку, если он сделал ее единоразово, а дальше организм сам уже справляется. Но если вам 60 лет, то вряд ли ваш организм с чем-то будет уже справляться. Поэтому надо относиться к этому с пониманием. С пониманием и не сидеть, не ждать, что кто-то вам заочно поставит диагноз, не видя ваших анализов, пропишет вам лекарства. Я никогда этого не советовала. Если вы думаете, что я это делаю в своем видео, то вы просто ошибаетесь. В своих видео я помогаю людям разобраться. Я хочу помочь им разобраться, я хочу помочь натолкнуть на лечение, рассказать о своем опыте, предостеречь от ошибок. Но я ни в коем случае не говорю вам, что лечитесь тем, что вы услышали. Вы просто потратите деньги. Лечитесь тем, что вам назначают врач. А если не помогает, ищите другого врача. Ищите другие выходы из ситуации. И помним все, что если мы ничего не сделали для того, чтобы вылечиться, мы не изменились в саму себя, что очень трудно, то не наступит облегчение, не наступит лечение. Болезнь дана для того, чтобы мы лечили душу. А мы хотим таблетками вылечиться, продолжать жить так, как мы жили. Кто-то недоволен невесткой, кто-то недоволен соседом, кто-то поссорился с родственниками из-за наследства, а потом хочет не болеть и так далее. Когда человек живет в гармонии с собой, когда он работает над собой, я вот очень уважаю людей, которые работают над собой. Есть ряд блогеров, которые я смотрю каждый день. Мне не важно, как называется видео, мне не важно, когда оно выходит. Я подписана, и прежде, чем зайти на канал, я сначала ставлю лайк, а потом я слушаю видео от начала до конца. И те блогеры, которых я смотрю каждый день, я оставляю для себя время для них. Я не делаю это, когда я готовлю кушать или что-то еще. Я наслаждаюсь видео, я успокаиваюсь, и я беру что-то полезное от них. Я не смотрю тех людей, которые не хотят развиваться, которые ничего не делают для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы самому стать лучше. Если это просто какая-то рутина, она становится неинтересной. Я хочу смотреть тех людей, я хочу учиться у людей, я хочу меняться сама, и они дают мне стимул для того, чтобы я изменилась. Сейчас вам много наговорила, но я надеюсь, что вы поймете мою суть. И вот к чему это вам сказала, к тому, что я не пытаюсь никого лечить, я не пытаюсь никого учить, я хочу, я пытаюсь настроить, настроить людей на это. А получается у меня это или нет? Я думаю, что получается, потому что только за последний месяц ко мне подписалось 1600 человек. Представляете, если эти все люди сейчас войдут сюда на эту веранду, им не хватит места. Раз они подписались за месяц, значит, что-то я делаю такое, что привлекает людей. Это моя сатисфакция, это то, что, то, благодаря чему я работаю. Поэтому, конечно же, хорошо смотреть блогеров, слушать их советы, но всегда нужно иметь голову, свою голову на своих плечах и делать самому выводы из любой ситуации, а не лечиться потому, как лечился кто-то. Что мы делаем сейчас? Думаем, сидим о том, как мы должны измениться. Если вы поссорились с сестрой, позвоните ей. Если вы ругаете невестку, извинитесь перед ней. Если вам не помогают дети, возможно, вы не заслужили эту помощь или у ваших детей нет такой возможности помочь вам. Короче, начинайте с себя. Вот когда вы к себе в глубь заглянете, когда вы подумаете о том, что вы делаете не так, найдутся люди, которые вас будут лечить. Найдется врач, найдутся назначения, направления. Самое интересное, найдутся на это все средства. Вот вы мне пишите в комментариях, что врачи это хапуги. Ну нет, не все врачи как хапуги. Среди всех специальностей есть люди, которые хотят нажиться на других. Ну воры, в конце концов, могут украсть. Но есть же очень много приличных людей. Мы же с вами не воруем, мы же с вами ни у кого ничего не забираем, поэтому мы получим такую же отдачу и от вселенной. Она пошлет обязательно нам тех врачей, тех людей, которые будут лечить нас, если не бесплатно, то за небольшие деньги. Часто мне пишут, врачи хотят только денег. Нет, это мы не хотим лечиться, это мы задницу от стула не поднимаем, это мы ничего не делаем. Ищите врача, идите по назначению. Многие пишут мне так. Я пошла в платную поликлинику, отдала деньги, потому что наши врачи пока туда-сюда ничего не решаются. Нет, вы просто ленитесь, у вас есть деньги, вы идете и тратите их. Вы считаете, что такой путь короче. У кого нет денег, он идет по тому пути, который я вам говорю. Сначала к лечащему врачу, потом идет к дому к узкому специалисту, дальше едет на бесплатные консультации в те центры, которые существуют. Если даже вы живете в селе или небольшом городе, вы всегда можете пойти в областную больницу, в какую-то городскую больницу близлежащего города. Только нужно не лениться, а делать это. Просить назначения, просить направления, и вы обязательно получите это все бесплатно. Но уже когда вы найдете своего врача, и вы понимаете, что он вам предлагает большие усилия для того, чтобы вас вылечить, он внимательен и так далее, и он за это просит какие-то деньги, значит, надо их найти. И уверяю вас, если вы изнутри начнете меняться, деньги придут к вам и найдутся обязательно. Так, но не буду вас больше нагружать. Надеюсь, что мое видео кому-то поможет сейчас. И всем пока-пока. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok